Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия-1. Вчера в России отмечали замечательный праздник – День Учителя. И, конечно же, сегодня наша программа будет посвящена им, нашим любимым, дорогим педагогам. А знаете ли вы, что именно наша страна была первой, в которой отметили этот праздник? Он был учрежден в Советском Союзе в 1969 году. Правда, отмечали его 29 сентября. И лишь спустя 30 лет он получил статус всемирного. Сегодня День Учителя отмечают более чем в 100 странах мира. О жизни российского учителя, о том, какие задачи он выполняет и насколько ему это удается, поговорим после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. В горах минус 1, плюс 4. Днем плюс 17, плюс 22. И местами плюс 10, плюс 15 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 20, плюс 22 градуса. Итак, каково сегодня живется российскому учителю? Какие задачи и насколько успешно выполняют педагоги Карачаево-Черкесии, поговорим с нашим гостем, который с удовольствием представляю. Это заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесии Патима Бекижева. Патима Бекмурзовна, несмотря на то, что праздник уже прошел, я вас тоже поздравляю, потому что вы не один год работали в школе. И это тоже ваш профессиональный праздник. Спасибо. Патима Бекмурзовна, я сначала, прежде чем мы перейдем к другим темам, хотела бы вас спросить вот о чем. В Советском Союзе в наше время учитель пользовался безусловным уважением и авторитетом. Перед ним снимали шляпу, шапку, мужчины снимали, ему кланялись. Я помню, когда в школе училась, слово учитель для нас было законом. Если учитель сказал, что это плохо, это плохо. Если учитель сказал, что это хорошо, это хорошо. Мы даже не сомневались. А скажите, сегодня российский учитель, его так же уважают, он пользуется таким же авторитетом у нынешних учеников? Потому что мы знаем, что нынешние ученики, ох, им палец в рот не клади. Вообще, последние годы, конечно, мы все замечаем, что был снижен авторитет учителя, самого учителя. И в связи с признанием статуса учителя, педагога, в 23-й год президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путином год был объявлен годом педагога и наставника. Основные задачи этого года педагога и наставника – это поднятие статуса учителя. И это было очень своевременно, мы считаем. Потому что на территории Российской Федерации и у нас в Карачаево-Черкесской Республике очень много было проведено мероприятий, которые повышают престиж учителя. В этом году, как никогда, очень много, знаете, сами конкурсы, вот эти профессионального мастерства проводятся для поднятия престижа, для стимулирования учителей, для того, чтобы они могли поделиться инновационными методами и технологиями, которые используют лучшие учителя. В этом году все конкурсы профессионального мастерства в нас, в Республике, проводились на очень высоком уровне. И было очень приятно отмечать, что качество подачи уроков, лучших уроков, демонстрации лучших уроков было на высоком уровне нашими учителями. И очень приятно, что очень много молодых учителей принимает участие в последние годы в конкурсах профессионального мастерства. Это имеется в виду и учитель года России, и учитель родного языка, родной литературы, и воспитатель дошкольной образовательной организации. Все эти конкурсы являются всероссийскими, но они обязательно проводятся и на муниципальном уровне, и победители муниципальных принимают участие в республиканском этапе. И в этом году, проводя эти конкурсы профессионального мастерства, естественно, победители и лауреаты были поощрены не только грамотами, дипломами, но и денежной премией. Кроме этого, хочу отметить, что в этом году большая работа проводилась всеми педагогическими коллективами, не только на региональном уровне, но и на муниципальном большая работа проводилась по исследованию династий педагогических. И эти педагогические династии были приглашены и на открытие года педагога и наставника, и на всех мероприятиях, которые на муниципальном уровне проводились. Они чевствовались, и молодые педагоги наблюдали все это, они следили за этим. Кроме этого, в этом году у нас открыты психолого-педагогические классы. Это профильные классы. И большая работа с этими детишками проводится, встречи с ветеранами педагогического труда, связь нашего Карачаево-Черкесского государственного университета, педагогического колледжа. Они посещают дети эти организации, и сами работники вуза, СУЗа посещают этих детей. И цель одна – привить любовь к этой профессии. В этом году, как никогда, очень много проводились конференции, круглых столов, семинаров по обмену опытом. Разрабатывались новые программы, где используются инновационные технологии. Мы знаем современного школьника, можно заинтересовать только этим. Поэтому вот в этом направлении мы будем продолжать дальше работать. Казалось бы, маленькая республика, да? Но тем не менее, ведь наши учителя участвовали во всероссийских конкурсах «Учитель года». И они, извините, входили и в десятку, и в число 15 лучших преподавателей России, правильно? Вот. И недавно у нас проходил такой яркий, замечательный конкурс преподавателей родных языков. Со всей России гости съехались к нам. Вот что вам больше всего запомнилось в этом конкурсе? Вот чем он вас поразил? Знаете, вот поразило многообразие. Многообразие – это, знаете, каждый старается показать свой костюм. Вот они любили одеваться именно в свои костюмы. И они были все вот красивые, своеобразные. Но тем не менее, когда они все вместе собираются, у нас из 72 субъектов Российской Федерации принимали участие в данном конкурсе, конкурсанты. Кроме них, конечно, были сопровождающие, были большое и малое жюри. В большое жюри входили работники администрации президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства просвещения Российской Федерации, Института родных языков принимали участие. Конечно, мы постарались их принять таким образом, чтобы они влюбились в нашу республику. Они влюбились. Мне кажется тоже, что вот в обратной связи они об этом говорят, и мы очень рады этому. Потому что такой конкурс на таком уровне, потому что всероссийский этап конкурса «Лучший учитель родного языка, родной литературы» у нас в республике впервые проводился. Я думаю, что мы его достойно провели. Мы готовились к нему, очень большую работу проводили. У нас в республике организован такой совет лауреатов и победителей профессиональных конкурсов. И руководит Копалкина Юлия Александровна. Да, и мы знаем ее хорошо. И перед тем, как отправить наших лучших победителей республиканского этапа всех конкурсов, мы обязательно собираемся все вместе и с участием методистов республики. И даем советы, готовим все вот эти мероприятия. И я думаю, что это дает результаты. Мы регулярно рассказываем в наших программах об учителях Карачева-Черкесии, которые живут в самых разных районах республики, преподают самые разные предметы. И сегодня предлагаю вам посмотреть зарисовку о педагоге города Черкеска, которую подготовила моя коллега Мадина Лайпанова. Давайте посмотрим. Давайте. Школьная доска, яркий мел и тема сегодняшнего урока для родного четвертого Г. Каждый рабочий день молодого педагога Альбины Гуминской начинается практически одинаково. Вот только эмоции, которые дарят ей любимые ученики, всегда разные. Потихоньку класс заполняется, и вот уже 33 пары детских глаз устремлены в сторону классного руководителя. И, как полагается, урок начинается с взаимного приветствия. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Молодцы, садитесь. Сегодня мы с вами работаем в интерактивной форме. Я разбила вас предварительно на группы. Мы будем работать с вами в командах. Индивидуальный подход каждому ученику, новейшие технологии и методики обучения – это то, что Альбина Андреевна пытается внедрять в образовательный процесс. Мечтавшая стать учителем с самого детства за свой относительно небольшой профессиональный стаж, она успела не просто покорить своих учеников и их родителей, но и доказать свою профпригодность на самом высоком уровне. Так она стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют-2023». Тем самым получила право представлять родную республику во всероссийском финале, где, собственно, и стала лауреатом в номинации «Молодые учителя». Участие в профессиональных конкурсах, наверное, это осознанное решение, к которому надо правильно подойти. В какой-то момент педагогический дебют, это, безусловно, помогло мне смотивировать меня в рамках моей профессиональной деятельности, потому что мне необходимо было развиваться дальше и проверить то, чего я уже достигла. Поэтому, когда я пошла на конкурс профессионального мастерства для молодых специалистов, мне, безусловно, было важно, чтобы я достигла каких-то результатов. Конечно, было сложно, было сложно эмоционально, было сложно физически, однако это всё забывается, когда ты выходишь на испытания, например, внеурочное занятие, и ты выдаёшь совершенно другим детям тот материал, который бы ты выдал своим, и выдаёшь ты его точно так же, потому что в первую очередь ты учитель. Признание профессиональных качеств Альбина Гуминская в полной мере получила и от своих коллег по цеху. Многие из них считают, что своим свежим взглядом Альбина Андреевна привнесла много нового и полезного в педагогический коллектив школы номер 6. При этом более опытные учителя с удовольствием делятся с ней своим драгоценным опытом. С Альбиной Андреевной мы познакомились, когда она ещё училась в педагогическом колледже. Она пришла к нам на стажировку, была в лагере в летнем. Потом она показала себя очень активной девочкой, грамотной. Она с удовольствием занималась с детьми, она с ним занималась, играла, провела какие-то конкурсы. И она заряжала своей энергией, и мы вместе с ней хотели преображаться, заниматься так же, как и она. То есть она заряжала своим позитивом, своей энергией. В дальнейшем она пришла к нам в школу в первый класс, и мы теперь рады тому, что она у нас, потому что мы смотрим на молодёжь и учимся у них, потому что они же все-таки молодые, знают больше нас, технологии новые. И мы благодаря неё означаем тоже новые технологии. Мы встречаемся на переменах, и на педсоветах, и на совещаниях, на своих собственных. Мы обмениваемся опытом, они показывают, как, допустим, проводят уроки, мы сидим на уроках на открытых. Какая-то наглядность новая, как она создаёт видеоролики, то есть как она их монтирует, мы о ней узнаём. То есть мы рассказываем, как, допустим, преподнести материал, а она нам показывает, как можно по-новому этот материал преподнести. То есть мы всегда обмениваемся опытом. Большое внимание в своей педагогической деятельности молодая учительница уделяет внеучебному досугу. Она искренне считает, что совместное времяпрепровождение за стенами школы способно научить детей лучше взаимодействовать между собой и способствует налаживанию отношений, пусть и в детском, но всё же коллективе. Мне кажется, что когда учитель взаимодействует с учащимися вне школы, это безусловно сближает и меня, и их. Когда я вижу взаимодействие за стенами, когда они взаимодействуют, например, в кинотеатре, в кафетерии, или, возможно, они где-то также могут на каких-то спортивных мероприятиях, я вижу, что они учатся коммуницировать лучше. То есть они учатся слышать друг друга, понимать друг друга и раскрывают для себя каждый раз новые стороны личности для каждого из них. На своем профессиональном пути Альбина Гуминская, безусловно, сталкивается и с трудностями. Работа занимает практически всё свободное время, оставляя личную жизнь где-то на вторых ролях. Тем не менее, девушка ни разу не пожалела о том, что когда-то выбрала для себя эту уважаемую, столь важную профессию. Как говорится, престиж приходит с годами. И я шла в педагогику не потому, что это престижно или это высокая заработная плата. Нет. Я шла в педагогику, потому что мне кажется, что воспитание подрастающего поколения – это в первую очередь наше будущее. И каждый строит будущее таким, каким он видит его. Естественно, я хочу для этих детей самого лучшего, потому что я знаю, что они в дальнейшем будут строить государство, в котором мне тоже жить. Они мои первые дети, то есть это мои первые выпускники. В этом году они уже выпускники. Когда я первый раз увидела их личные дела, их фотографии, конечно, мне переполняла тревога, волнение. Как будет всё идти дальше, что я смогу им дать, чему их смогу научить и в каком направлении мне необходимо с ними двигаться. То есть было очень страшно и ответственно. В каждом из своих учеников она видит полноценную личность, обладающую своим уникальным характером. Для ребят она стала не просто учителем, но в какой-то степени духовным наставником, готовым не просто поделиться знаниями, но и дать жизненный совет или подсказку о том, как вести себя в той или иной ситуации. Самое важное – это воспитывать личность в ребёнке и ни в коем случае её не сломать. Потому что то, какими они приходят в самый первый раз, какими глазами они смотрят на тебя, во многом определяет дальнейшую их судьбу. И если пытаться перекроить детей под себя, то есть научить их так, как я хочу, так, как мне это необходимо, то, естественно, можно добиться каких-то отрицательных результатов. Если же всё-таки мы говорим о том, на что я ориентируюсь, да, я демократ. То есть я в рамках разговора с ними часто решаю все проблемы, все сложности, если таковые имеются. Тёплые отношения и душевный подход к делу чувствуют и сами ученики Альбины Гуминской. Ребята с радостью приходят на уроки к любимому педагогу и с нетерпением ждут каждый новый день, который они смогут провести в стенах школы. Мне очень нравятся уроки, она очень добрая учитель, она очень нас любит, никогда нас не бросает. Вот я уже с ней, ну, с самого начала. Мы очень сильно любим с классом Альбину Андреевну, она добрая, никогда не злится, всегда может поддержать. Альбина Андреевна, она всё хорошо рассказывает, она, ну, подробности рассказывает, может сказать на перемене, если что-то кто-то не понял. Терпение, понимание и, конечно же, любовь к детям – таков простой рецепт успешной работы любого педагога, считает Альбина Андреевна Гуминская. И именно своим каждодневным трудом она в очередной раз доказывает, что учитель – это не просто профессия, а настоящее призвание. Самым дорогим и самым любимым детям четвёртого ГЭ, о том, что главное – добродетие. Это любовь, доброта и терпение. Ну вот, Ватима Бекмурзова, видите, вы говорили, что одна из задач, которая стоит перед правительством России, перед Министерством образования – привлекать в школу молодые кадры. И вот, пожалуйста, видите, какие у нас замечательные, молодые, целеустремленные педагоги работают. И вы знаете, меня что удивляет? Вот я прихожу в современную школу, я школу очень люблю, потому что я сама когда-то работала в школе. Прямо это праздник. Но вы мне извините, шум, крики, а требования к учителям очень серьезные. И мы забываем о том, иногда забываем, что это такие же люди, как и мы. У них у всех дети есть, семья, им точно так же после работы надо прийти и приготовить, и постирать, и уроки помочь сделать, правильно? Я просто всегда поражаюсь, как у них хватает сил не просто прийти в школу и провести свой предмет. Они ведь придумывают, они какие творческие, они какие креативные. И несмотря на то, что праздник прошел, я думаю, что было бы не лишним еще раз поздравить наших учителей, наших дорогих, любимых педагогов с прошедшим праздником. Спасибо, с большим удовольствием. Правильно вы заметили, у нас замечательные учителя. И учитель, это не просто профессия, вот говорят, это на самом деле так. Я сама 25 лет отработала в школе с большим удовольствием, мне это очень нравилось и сейчас нравится. И День Учителя ежегодно мы отмечаем 5 октября. Уважаемые педагоги, учителя, ветераны педагогического труда, хочу еще раз поздравить вас всех с международным профессиональным праздником День Учителя. Хочу пожелать самое главное удовлетворения от той работы, которую вы делаете, творческих успехов, благодарных учеников. И вообще здоровья, благополучия в семьях, чтобы вы с настроением приходили на работу. Я уверена, что эта работа для вас любимая. Спасибо, Фатима Бекбурзовна, вам за теплые слова. Ну, мы присоединяемся, конечно, ко всем вашим поздравлениям и будем продолжать рассказать в нашем эфире о наших замечательных дорогих учителях. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я еще раз хочу поздравить всех наших любимых учителей, всех наших дорогих педагогов, сказать вам огромное спасибо за ваше душевное тепло, за ваше терпение, за ваши открытые сердца. Всего вам доброго, счастья вам, успехов и здоровья.